МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там разрабатываются стратегии развития города до 2030 года и в планах местных властей создание технологических кластеров, подобных нашим. На координационном совещании руководителей органов государственной власти обсудили не только успехи, но и некоторые недочеты. Над чем еще предстоит поработать, узнала Наталья Жилина. Преобразование в социальной сфере – приоритет национальной политики. И здесь, во главе угла, поддержка многодетной семьи. В Калужской области действует целый ряд льгот и выплат в поддержку материнства и детства. Только в нашем регионе малообеспеченные многодетные семьи имеют возможность получить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В 2013 году этим правом воспользовались 77 семей. Калужская область одной из первых в стране решила проблему очередей в детских садах для детей от 3 до 7 лет, создав 2200 новых мест. Область сохраняет лидерство среди субъектов федерации, реализующих программу по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. В 2013 году в регион переехали 4000 соотечественников. Кроме того, калужане имеют самый удобный и оперативный в стране доступ к государственным услугам. Благодаря открытию в прошедшем году 20 филиалов и 12 удаленных рабочих мест МФЦ в муниципалитетах области. Калужская область отмечена как лидер среди российских регионов по объему привлеченных инвестиций. Сейчас в 9 индустриальных парках на территории Калужской области реализуется 70 инвестиционных проектов. За период 2006-2013 годов правительством Калужской области заключено 115 соглашений с инвесторами. Эта работа продолжается. Но в бочке медовой статистики не обошлось без ложки дегтя. В регионе за год на 40% выросли долги по заработной плате. Их львиная доля образовалась на Кондровской бумажной фабрике и Калужском мясокомбинате. Но если ситуацию в Кондрове уже удалось более-менее уладить, то перспективы погашения долгов на КМК остаются туманными. Чтобы избежать подобных ситуаций впредь, прокуратура предложила применять меры к должникам при появлении первых признаков финансового неблагополучия. Глава региона такую позицию поддержал. Оправданий здесь быть никаких не может. И если бы правоохранительная система вся наша сработала так же оперативно по мясокомбинату, как по Кондровскому бумажному комбинату, то была бы совершенно другая картина. Иногда, может быть, лучше перегнуть палку. В данном случае, когда речь идет о защите интересов граждан. В сложной остается ситуация с утилизацией твердых бытовых отходов. Тревогу бьют главы муниципалитетов, где почти исчерпаны возможности мусорных полигонов. Негодуют и региональные СМИ. При попустительстве властей в область везут отходы из Москвы и Подмосковья. Справедливо совершенно. И я уже требования предъявлял муниципальным властям. Это категорически надо пресечь. Раз и навсегда. И никаких извне твердых бытовых отходов на территории Калужской области захораниваться не должно. Куда девать бытовые отходы от собственных производств, теперь предстоит решить комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, созданной при областном парламенте. Губернатор попросил присоединиться к проблеме экологов и общественность. Итогом работы должны стать конкретные рекомендации, которые послужат руководством к дальнейшим действиям. Наталья Жилина, Александр Бурылкин, телекомпания НИГТВ. На английском, как на родном языке, 90 школьников со всей области блеснули знаниями в Калужском государственном университете имени Циолковского. Здесь стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Проверил себя и наш корреспондент Ирина Сидорова. Понять текст, запомнить основные моменты и изложить письменно своими словами. Аудирование – тест не только на хороший слух, но знание грамматики и лексики. Для Дарьи Ковалева из Людинова задание не самое сложное. Язык Шекспира она изучает с 7 лет и уже добилась значительных успехов. На английском читает, лишь изредка заглядывая в словарь. При виде иностранцев не теряется. Я была в Германии, там тоже приходилось учиться на английском. Во Франции, потому что я не знаю французского. И один раз на дне рождения моего крестного был сам настоящий великобританец. Я не только английским занимаюсь, я с репетитором изучаю еще и немецкий. Состоятельно учу итальянский, так что мне много планов на этот счет. Основательная подготовка конкурсантов подразумевает жесткий отбор. Первый этап иностранной олимпиады – письменная проверка знаний – отсеет около 60% участников. Следующий, более сложный уровень потребует от оставшихся полиглотов хороших разговорных навыков. В прошлом году, например, старшеклассникам пришлось примерить на себя роль гида и провести виртуальную экскурсию для англоязычных туристов в России. Что касается английского языка, мы можем сказать, что они владеют свободной разговорной речью. В основном все. Лучше, конечно, Калуга и Обнинск. На протяжении уже многих лет. Но также мы можем отметить и Лединово, и Юхновский район, которые тоже периодически пробиваются в второй этап. И это очень приятно. В течение нескольких месяцев показать себя в других общеобразовательных дисциплинах смогут еще более тысячи подающих надежды молодых дарований. Справившиеся с заданиями наиболее успешно отправятся защищать честь Калужской области на всероссийской арене. Ирина Сидорова, Андрей Сомов, телекомпания НИКО-ТВ. Старый Новый год и первый учебный день новой четверти в Калужской школе-интернате номер 5. Два события, которые совпали, решили отметить праздничным театрализованным представлением. В гостях у детей побывали сотрудники Дома детского творчества с программы «Сказ, как нам приходит». Костюмированные персонажи, конкурсы, концертные номера. С одной лишь особенностью. Этим детям особенно важна любая деятельность. Их девиз «Меньше слова, больше дела». Потому как все дети со слуховыми аппаратами, но не все хорошо могут слышать то, что происходит на сцене. И с удовольствием участвуют в активных танцевальных конкурсах и играх. Между школой-интернатом и городским Домом творчества давно теплые дружеские отношения. Подопечные интернаты занимаются в кружках и различных студиях. Таких как компьютерная грамотность, умелые руки, школа ремесел. В преддверии же Старого Нового Года с удовольствием и радостью дети поучаствовали в празднике, подготовленном сотрудниками Дома творчества. Наверное, очень много в последнее время говорят о том, что в России два Нового Года. Это действительно Новый Год, который все празднуют. И Старый Новый Год. Во время каникул они ходят на праздники со своими родителями. По месту жительства ездят в другие города на праздники. А в Школьный Новый Год продолжается. Поэтому по традиции мы встречаем Старый Новый Год, потому что все дети снова пришли в школу. Старый Новый Год – это когда-то учали Новый Год. И теперь он стал Старым Новым Годом. Школа номер 6 города Калуги лишили права выдавать аттестаты учащимся старшего звена. Школьники не смогли сдать контрольные тесты на высокий балл. Выяснять, почему это произошло, будут сегодня в программе «Главное». Аттестаты какой школы теперь получат 11-классники, что делать педагогам и как решать данную ситуацию, узнаете в прямом эфире в 20.00. Также задавайте свои вопросы по номеру телефона 557799. Ну и к данной минуте это все новости. О других новостях менее чем через час. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова